Царю Небесный, Утешителю души истерны, И живи в детстве, И вся исполняй, Согройще благих, И жизни подателю, Иди, вселися вны, И очистины от всяких скверны, И спасти блаже души нашу. Отец наш Небесный, Господь и Бог, во имя Иисуса Христа просим, услышим молитву нашу и прибудем на этом собрании, мысли наши направив к Горнему, и все, что у нас не решено, мы должны знать, нужно ли это, если на то воля Твоя святая, ты это укажи и покажи, как это исполнить. Хвала Тебя за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Соскучились, да? Да. Хорошо. Это хорошо. Это общение, это радостное общение. И жалко. Тем, кого нету сегодня с нами, а кого нет нас, среди нас. Валентина Павловна нет, всем поклон, передает Валентина Павловна. Она выписалась из больницы уже неделя, как выписалась. Ну, ходит, к нам вчера приходила. Так что, вот передаю. Полегче стало, да? Да, да. Ну, уже, конечно, та болячка, которая была, она вот у нее теперь уже ее нет. Ну, и слава Богу. Другие есть болячки. Значит... Валентина Павловна передает привет всем, все хорошо. Кто? Валентина Павловна. Валентина Павловна передает привет. Праведировала, что благополучно у вас, да? Вот, Лидия Павловна передает тоже поклон, Таня говорит. Все у нее, слава Богу. Кого нету среди нас? Политыкина Лены нету, она не звонила вам? Нет, она... Не знаю, в чем. Ну, вот, объясни, пожалуйста. Я нам не объясняла. Дело в том, что маленькую так нельзя перевозить только в кресле. А их остановят, их оштрафуют. Без кресла я не могу возить. Без кресла он не может, а ей, ну и, конечно, тяжело. Ну, она же там, Афанасьевна, а с креслом это проблема. Я ей предлагаю, чтобы ее... Проблема ее, а не моя. Проблемы-то и рожают детей, не думают. Без кресла родила. Надежда Афанасьевна пошла к Дмитрию Рословского в храм. Пойдет она. Александра Михайловна еще пока болеет. Болеет пока еще. Сапожки к ней на сегодня. Политина Ильинична звонила. Проблема-то. Ей тяжело просто. Это вот надо шоссеить. Проблема-то в следующий раз. Проблема-то привезения Павловна. Карасова. Сказала, что она не знает. Кто-то. Вот это что? Надежда Афанасьевна. Ее маленькая. Надежда Васильевна. Сокольских не знает никто. Ни Лены нету, ни... Я позвоню. Сокольскому я позвоню. Спроси, да. Кого еще нет? Терентия нету? Нету. В деревню ехал. Работает? Ну все, теперь все знаете уже. Так. Кого еще нету? Надежда Андреевна на работе. Еще кого нету? На занятия она может подойдет? А Никита здесь? А я думаю, она больше всего. Никита здесь сегодня. Любовь Николаевна Лурцовская. Да, всем поклон передавала. Она мне звонила, спрашивала, какие нужды. Прямо так настойчиво. Ну как там у вас дела? Я говорю, о чем вы? Ну как у вас там? Ну вот, все расспросила, да. Так что вот она всех нас помнит и молится, передает всем поклон. У нее там решаются вопросы судебные всякие, там по имуществу. А ты будешь считать набор буквально. А он пусть маячит. Кого нету еще среди нас? Все вспомнили? Надежда Андреевна. Надежда Андреевна сказала, что она на работе. Подойдет на занятия, вероятно. Анна Алексеевна еще. Но у нее ноги опухают, и она... Я бывалец Нианилу. Нианилу. Нианилу, да, Атолика. Одна Нианила здесь, второй нет. Вам слово имя. Спрашивали Сахольский, так чем закончилось? Сейчас Надя позвонит Позвонит узнать, в чем дело, какая-то помощь нужна, или что-то, или заболел О ком сказали, сразу в дело узнали, все, подведена черта После собрания кто-то должен посетить, в больнице кто-то оказался Не просто, здесь и нету, и нету Если благополучно все будет Батюшка приехал, в Поршины звонил, в Потеряевке сейчас То следующее может быть годовое собрание Так что подготовьте, у кого что есть Не безучастно сидите Это ваш дом, и думайте, как лучше, как обиходите Я говорил он с Сергеем Купковым уже Очень всем надо вдуматься в это и помочь Организовать занятия где-то в городе Вот я отошел от этого Ну, все-таки в одном-то университете АГТО я вел занятия 17 лет Не считая АГУ, медицинские, сельскохозяйственные, педагогические Ну, много было Я говорю, как 30 человек у вас будет, я буду тогда приходить вам У меня просто не то, что времени нету Я за время где-то уже захожу Я каждый день провожу за компьютерами Я посмотрел 14-16 часов Уже глаза невозможно смотреть Но с каждым днем вижу, что в этом что-то есть Я вам говорил, что заканчиваются первые книги Ничего издавать не буду Но как бы на переиздание будет На той неделе мне позвонили с типографией Мы книги все-таки решили разбить Это все стали советовать И уже теперь определенно, как это будет выглядеть Для Слова Божия нету Дайте мне сюда один экземпляр Это вот Для Слова Божия они дают Вы посмотрите сначала, что подаете Вот Вот эта вот книга В твердом переплете Ламинированная, видите какая Вот так она будет изана Здесь 752 страницы Здесь будет 800 Здесь 64 цветных фотографии Это страниц цветной фотографии Там будет 160 На 100 страниц цветных фотографий больше Все остальное так же Полностью из одних стихов будет Получается 4 книги Одинаковые Все по 800 страниц будут Ну там 20 тысячи страниц от оглавления Одна книга стоит Только держите, чтобы не упасть 384 тысячи 4 книги Это 1 миллион 526 Где-то что-то еще можно собирать И здесь собирать нечего Просто у нас нету Мы должны Ну как-то Поэтому усилььте молитву Может быть где-то мучается сейчас в постели Богач какой-то И думает Ну куда бы деньги-то деть Пристроить-то их Ему положил Господь и сказал Помоги издать божественные книги На Слово Божие Где? Он сейчас может быть молится Вы не думайте, что я вам выдумываю Он назвал мое имя и фамилию Господь ему Он где? Он теперь в международном розыске ищет меня А ему было сказано Потеряешь все, если не поможешь А для него это крошка Когда у него 4 миллиарда долларов Это даже крошкой нельзя назвать Пример Осажденный блокадный Ленинград Мать с дочкой молятся Все съедено, все сожжено, ничего нет Они молятся В это время наверху На один этаж выше Военный Офицер А их кормили, кормили по полной пайке А иначе какой же он вояка будет Отбивает вражеские самолеты Командир полка зенитной батареи Он сам рассказывает И вот он пришел домой У него все Консервы, сгущенка У него все есть Булки, хлеба Все как надо В этом жизнь города была Ему покоя нет И вдруг слышит голос Двое умирает с голода Пойди и накорми У него сразу пропал весь аппетит Встал из-за стола Снова голос слышит Двое умирает с голода Они рядом Пойди и накорми По стенам нигде никого нет Представь человека Когда в такой обстановке находится Он не может ничего сделать с собой Наконец он набирает с собой полную охапку Сгущенки Всего спускается вниз Первую дверь Открывает Бросил туда На тебе же вы достаньте от меня Они молятся Слышат грохот Встали с молитвы Сокровище довоенное Все таки они сумели разузнать Кто это сделал Они подошли к нему Скажите А почему мы Виталий Макарович Нам это сделали Что я сделал Ну мы же умирали от голода Дочка пошла и потеряла Вот там давали это с опилками Которые Квиток-то этот Потеряла Я ничего бы не давал Ну как же Это же вы сделали Ну я сделал Бросил Я даже не знаю В какую квартиру бросил У меня покоя никакого не было Вот так Бог делает Это что означает Усиленная молитва на коленях Для него вот это вот Ничего не стоит Я работаю в интернете Отзывы Я в стихи Даже никогда не заглядывал В свои так Сейчас смотрю Как на чужие Там столько Заложено И отовсюду Мы впервые такое видим Мы впервые такое считаем Разные-разные люди Сектанты Благословения просят А как это известно То есть Совершается какое-то движение Я вам говорил Что в каждом будет 787 стихотворений Ровно на одну страницу У каждого будет Эпиграф и священного описания Это 3100 стихов Войдет туда только из Библии Помолиться надо Я даже ни копейки не прошу Хотя копейка Это тоже деньги Ну Что у кого будет У меня еще и за машину Половина даже не была Собрана Это все на мне Поездка Одна здесь Сколько там Одна четвертка На поездку на бензин Была собрана Остановить Пришлось мне вкладывать Видите Как-то Бог так делает У меня меньше всего Самая маленькая пенсия здесь А больше всего Получается Делать вклад Почему Я сам не знаю Откуда Из чего встал Лежат Я покрутил Повертел Откуда эти деньги Даже вот такое было Рядом Не знаю Со мной рядом Кто живут В одной комнате Я говорю Ты не ложу Первый раз вижу Свернутые Подброшенные деньги Я посмотрел Даже это Совершенно не мои деньги Близко даже нет к моим Вот как Бог делает У меня вера в Бога В невидимое Безграничная И вера в возможности Божие Тоже безграничная И он это может сделать Я обращаюсь к тем До кого достучался Это не мне Мне от этого Ни копейки Не перепадает Тем более деньги Если найдется человек Он сразу переведет На типографию У меня такие были Попадали Президенты компаний Которые сразу переводили Я их даже в руках Не держал Деньги эти Если конечно Это от Бога Второй маленький вопрос Братья составляют график Топить печь Ничего пока этого нету Топит один Володя Батюшка говорил Надо бы договориться Потому что нам далеко Ехать И не каждый успеет А он рядом все это делает Что это И сколько стоит Я ему сказал Запишу Он как приехал Топит и топит Вот Все он подаст Расскажет Сколько стоит сделать И все по согласии И по любви И не в обиду Чтоб было Представьте Тебе не ехать Ты свободен Ты то где то живешь Что то получаешь Зарабатываешь А он то нигде Он ни рубля не получает Тем более Сейчас ремонтирует Квартиру с Игорем Все это бесплатно Для Бога То есть Это самая большая плата За это будет Но только С отсрочкой пока Дающий нищему Дает взаймы Богу Запомните Это выражение Сираха Взаймы Богу даешь У этого кредитора С процентами Идет с такими Что человек Даже не слышал Про такие проценты Это не пирамида Мавроди От первого сотворения С человеком До последнего Ни одна копейка Поданной милостыни Зря не пропадает Милостыня спасает От смерти А это все Ты что сделаешь Сверх того что сделал Это Перед Богом Я сегодня Уже как будто бы Само собрание идет Хотел сказать В прошлый раз Какое-то предложение Было Священнике Николай Польгуев сказал Брат Николай Попрошу тебя Тщательно Приготовься к этому Твои предложения Могут быть Самые действенные Нужные Посоветуйся Так Потому что Это вне моей Компетенции было Это батюшкина прерогатива Хотя у меня решение На это сказано было И известно какое Я его тогда озвучил Через неделю Здесь Поближе сядь И Ну батюшке Просто задай Скажи Потому что Все ты сказал По делу И надо Ну Я ничего не могу решать О том Как нам иметь священник Если не будет батюшки Этот вопрос Обдумать У меня решение есть Но Самое безболезненное Простое Я в конце его скажу Так Договорились Николай Никаких отказов Ничего нет Твое предложение Доведи до конца Озвучь Аргументируй На Слове Божьем Братья там Ну все как положено Я не просто Даю предложение О книгах Скажу так Что Уже одна книга У меня Проведена в верстках Каждую строчку Я считаю Стихи Все до одного Это один том Я уже закончил Только там Еще маленько Табулятором Подровнять строчки И все Это каждую строчку До единой Я прочитал Это первая книга Которую я сам И корректирую Никто не берется Я на контроль Прошу на сестру Галину И главный компьютер Вообще нет программы Я с одного На другой Компьютер прыгаю Там заложу Сюда перенесу И вот это вот И все равно делается Непреодолимое препятствие Какое? Смерть Все ушли на фронт Это Бог сделает А всего четыре То есть одна четвертая часть У меня уже сделана Теперь только Помолите за брата Алексея Загуляева Он занимается Фото-выводами Работа большая Но чтобы он Ну Хотя бы Клейки В две В неделю делал Потому что Нас могут так поджать Внезапно Человек найдется И мы тот же день Выкинем Иначе Никогда нам это не издать Никогда Ну видите сами Сумасшедшие цены Это не предмет Первой необходимости Но они нужны Вот мы ездили Сколько Мы отдавали где Книги Сейчас в интернет Заходят библиотекари Ваши книги стоят Она называется Самое почетное место Где приходят Я говорю Прошлый раз Когда я был У вас там Говорил Одна женщина Такая видная Из себя Ну может быть лет 35 И она Заплакала А другая стала Библиотекарше Ее Утешать Я говорю Что с ней было то А эта женщина На меня вышла Суханова Кажется Елена И она говорит У ней дочка была Ну видно Женщина Видная из себя Видная значит Стройная Статная Красивая Благородное Такое лицо У ней девочка была Ее называли ангел Красивая Красивая такая И она готовилась Ее покрестить И не покрестила Купила ей велосипед И она видимо В свою улицу Когда влетала Оттуда выезжала Машина с жижей Она прям под машину Ее сразу задавила Ну только что похоронили 11 июня Эта трагедия случилась А мы приехали Чуть позже У ней теперь забота Ее Самое в больницу Положили Татьяна звать Ну представьте Такая ситуация Когда полностью Человек надеется На Бога Ну надеется На Бога Даже Не православный Человек Даже язычник Если надеется На будущую жизнь Он говорит Бог дал Бог взял Рассказывает Про одного Философа Он был Большим Оратором Трибуном И во время Когда его венчали За победную Такую Патриотическую речь В это время Прибежал посыльный И говорит Сын твой погиб На пронте Он сразу венок Снял с головы Только что венчали Какой Ему говорят Старший Твой любимый Он постоял Я знал Когда он родился Что он смертный И снова надел венок Вот и все Я знал заранее Язычник Поэтому язычники Над нами смеются Златоуст говорит Когда кто-то умирает Распускает волосы Корябывает лицо Нанимает плакальщиц Вы не верите В воскресенье из мертвых Он ушел в лучшее Вспомните Святого Уара Он молодой Совсем Отдали в кадетскую школу Но в выпускной вечер Он тут же умер Кадет молодой Умер А мать Клеопатра Убивается И наконец он Ей является Сидит там на плече Святого Сын ее И кажется Уара Как раз Как раз этот Мученик Святой И он говорит Мама Зачем ты плащешь Так тревожишь Мне так хорошо И вот Которые люди Обмирали Им было сказано Вернуться И никто не хотел Вот сейчас В интернете Там сектанты Разницы нет Никому не хочется Возвращаться на эту землю И говорят Здесь дети Ты Не хочу Мы не знаем Что там будет Почему на земле Ничего подобного нет Глаз не видел Но рассказать Может ухо не слышало Ну может я как-то Домыслив Не приходило на сердце Понимаете Все здесь заложено И поэтому Если у нас В то вера есть Поэтому Ну не цепляйся за это Из того что есть Ну Бог тебе еще Уделит Находи рядом Нуждающегося Где-то слово Где-то время Где-то поводиться Ну не будь бесплоден Языческий император Тит Захвативший Разрушивший Иерусалим Сын Веспасиана Он однажды сказал Я сегодня Никому не сделал добра Напрасно прожил день Я ничему не научился Вот как понимали Язычники Не имеющие представления О будущем царстве Как должно А это христиане Почему приходили Все к ногам апостолов Написано вложили У них ничего не было Кроме того Что там есть царство Я отрекся от этого мира Мир для меня Распит и я для мира Мы два мертвеца Вот с этой позиции Надо все рассматривать Пришел Не пришел человек У него какие-то Может быть другие Там вопросы Заболел или что-то Но он должен быть С Богом С Богом Постоянно Везде И в смертный час Не цепляйтесь за эту жизнь Не глотайте Килограммами таблетки Вы еще больше будете болеть Доверьтесь Богу Благодарите каждый день Бога за болезнь И за здоровье За скорби Несчастья И за радость Написано За все Благодарите Притом Надо искренне Благодарить Я хотел сегодня Коснуться Заповеди Блаженств Возьми Прочитай Пожалуйста В обратном направлении Попытаться Чтобы на память Приходило Я вижу Поют А Как мне показалось Не все Вдумываются В эти слова Потому что Привыше Красивое пение Поближе Чтобы я слышал Так Первое Говорят Кто нарушит Одну из сих Малейших заповедей Малейший наречется Там дальше написано Ну и начинает говорить Ну это малейшее Это какая-то Не какая-то Вот эти девять блаженств Это малейшие заповеди А малейшим в царстве небесном То есть В аду будет Ничтожный Ни одну заповедь Нельзя нарушить Они толкование Даже люди не знают А толкуют по-своему Малейшим наречется в царстве Царство называется Приход царя Когда он придет Называется царством Приход царя Судить мир Евангелие от Матфея Пятая глава Увидев народ Он зашел на гору И когда сел Приступили к нему Ученики его И он Отверши уста Свои Учил и говоря Блаженны нищие духом Ибо их есть Царство небесное Все Мы сейчас говорим Блаженны Нищие духом Не нищие телом Что ни рубля нету Нищие духом Духовно А духовно Надо быть богатым Понимаете Уже в этом Заложено Столько здесь Антиномии Как говорят Противоречий Что означает Ничего себе Не приписывать Мне это не сделать Мне эти книги Не издать Вот сейчас Меня оставят Здесь вот Алексей Даже два человека Только И Витя И Витя Я вижу Витя Петеримов Снег бросает А? На дворе Снег чистит Во дворе Снег чистит Это плохо Во время собрания Снижьте снег Никуда не выходите Это Это не хорошее Дело Снег потом Для машины Убрать Если они Меня сейчас Оставят А они Программисты Все Все остановилось То есть В этом вопросе У меня Полная нищета Я ничего не знаю Даже рядом сидят Спрашивают Ну где-то я там Что-то слышал Но прежде не мое Я постоянно говорю Кто первый Показал мне Галя загуляет Запятую И в точку превратить Я их всех помню За всех молюсь Это мои учителя Которые помогали мне В понимании возрастать А другие помогали В духовном возрастать Трудились над моей душой Как я узнавал Толкование апокалиптиса Как Блаженов и Пилакт ушел Как доставал книги Какой-то старовер Там Беспоповец У него впервые Я рассказываю Как в дом зашел к нему Принял он меня У него две девушки Красавицы Я любил кост А у них косты ниже пояса Я только один раз это увидел Когда был Блаженов и Пилакт Я забыл где нахожусь У него свои замыслы Мне 23 года А я не вижу ничего Обедал не обедал За стол не могут посадить Я конспектировал Конспектировал Корабль должен наш Скоро уйти отсюда В другой город уйдет Я успел только Кажется Евангелие от Матфея Законспектировать То есть у меня была Жажда Просто невероятная И поэтому Нищета духа была полная Тогда у меня А потом может быть Я это потерял Не берусь сейчас судить Блаженство дается В осознании Своей немощи Я нищий духом Мне ни сделать Ни сказать Ни придумать Ни провести Ни вытерпеть Ничего нет Я говорю Когда судили Я спрашивал Как я себя вел на суде Что вы Даже неверующие Которые были Героически могли Это КГБ Такая всесильная организация Вы прямо им все говорили Я говорю Ну тебе все сжималось Я трепетал И дрожал Сидел Как самый последний кролик Да вы что Да я об этом написал У меня нет смелости Нет храбрости Я боюсь А вот Господь На этом проявляет В немощи проявляется сила Довольно для тебя Благодатью моей Поэтому Не надейся Что у тебя дом Хороший и прочее Ничего этого нет Заходи С этой позиции Квартира чем-то Недовольна Представь У миллионов людей Негде ночевать сегодня Не сибористствуйте Что есть То и ешьте Простенько готовьте У многих людей Ничего во рту не было Уже несколько дней Добавляю Около 200 тысяч Умирает ежедневно А 75 тысяч Каждый день Умирает в мире От голода и недоедания Каждый день Тысяч А у нас куски На свалку выбрасывают И там можно еще Стадо свиней Прокормить Вот первая заповедь Осознание Своей немощи Нищеты Невозможности Ну я какие дела делаю Они вообще Не подсильные Даже Крепкому Сильному Мужественному Человеку Они совершенно Все говорят Это вы сделали Все Мы удивляемся Вашей работоспособности Это другое А я этого Ничего не слышу Это делает Бог Это делает Господь У меня сон пропадает И все вовремя И все Володя делает И я вообще Ничего не делаю Представьте Один том Полностью Уже я закончил Я должен был Каждое стихотворение По строчкам проверить Каждому найти По смыслу эпиграф Из всей Библии Разнообразие Дальше все это сверстать Дальше из каждого По отдельности Скопировать Оглавление Вытащить страницу От каждого стихотворения Отдельно И потом там разнется Все закончено Вчера уже было Один том готов Я оглянулся Я даже не поверил На втором уже работаю Это Бог сделает так И если Богу угодно Мы только в конце Оглянемся и скажем Нищета Духа нашего Позволила обогатиться Во Христе Поэтому Усилььте молитву Найдите Может быть люди Будут попадаться Кто-то позвонит Спрашивает Еще новые молитвники Подвинутся Господь через это Начинает людей объединять Блаженны плачущие Ибо они утешатся Многие неутешные люди Неутешное горе Как говорят Они умирают Плачущих очень много Море слез Здесь же говорится О плачущих Не от того Что прям зла не хватает Отомстил бы Но не могу Такую страну Разрушили Многие сегодня готовы Умереть Чтобы только страна В прежних Размерах Восстановилась И чтобы нас боялись И уважали Я говорю Без слез не могу вспоминать Какой был Советский Союз Даже свое Бедное Пионерское детство Вспоминаю с радостью Ну и вспоминаю Что у нас было Тогда как Может быть и так Но здесь говорится О слезах Которых человек Раскаивается В соделанном грехе Когда он оскорблял Бога Блаженный плачущие Блаженные люди Которые не смогли Достичь духовной высоты Он ощущал Не такое Как хочу И развил ли этот талант Он постоянно Об этом скорбит И плачет Он обидел людей Все время добиваются Примирения А те не мирятся И он плачет То есть Таких слез Спасительных Очень много И он Отрет всякую слезу Мы еще должны Понять Как Ну у меня жена Чуть не поняли Она сразу в слезы Сейчас говорят Очень хорошо Что домофон есть Это сильно помогает Жене культурно выглядеть Как такову Позвонила Она успел Компьютер выключить Все это Прибралась Скорее фарточек надела И на кухне Посуду моет Я такая несчастная А ты запоздал А домофона то не было Он ее мог застать За компьютером А сейчас Говорят Очень удобно Поэтому Плачущие Направьте слезы В нужное русло И этому Надо Учиться И просить У Бога слез Говорят Для мужчины Стыдно плакать Плакал Могучий Христос Прослезился Апостол Павел Говорит Ты со многими слезами Я многих говорю У Петра Апостола Как говорится в житиях Под глазами были гордость Кому он не проповедовал Он постоянно думал От кого я отрекся Перед кем Перед какой-то Чеслужанкой Девчонкой И меня он снова Взял Я не достоин А Христос говорит Идите скажите Всем и Петру выделил Он расскажет Это сказать Это всем Но не мне же Блаженны плачущие И у Бога Надо просить слез Ты знаешь Что такое слезы Когда от Бога дар Это река А они неостановимы И в этих слезах Радости Раскаяния Меня принял Он Он искупил меня Я знаю Этот день Когда Бог дал мне Этот дар Внезапно И это случилось Когда внезапно Мне подарили Библию Целое собрание было Я ушел в коридор Откнулся в одежду 23 года мне было На корабле работал Слезу не выжмешь Я весь вечер Плакал Я не мог не остановиться Ничего Только одна мысль была Мне Библию Когда я даже мечтать не мог Библию Вообще Господь показывал Второй раз у меня Были слезы Об отпадшем человеке И третий раз Об отпадшем То есть Когда люди падали Падали И всех возвращал Господь Надежды Никакой не было Я не вставал до колен Пока не поступил звонок Что у тебя там Все нормально Что нормально У меня все в порядке Я И дальше человек возвращался Я По милости Божией Испытал в жизни Сладость слез И они утешительны были И Бог сразу же утешал Что этот человек вернулся Он пришел Он успокоился Он вырван из лап сатаны И Павел непрестанно Со слезами Говорит молюсь о вас Слово слезы У него мелькает На страницах В разных посланиях Зачем ему было плакать Богу это нужно Это нам нужно И Бог этот камень Говорит размягчает глыбы Каплями дождя Вот и все Поливать надо Это хорошие источники Которые поливают посеянное Прошу прощения Глухонемые передали записку Он действительно болеет Кто? Игорь Какой? Который переводит Третьяков А он где сейчас? Ну он там Не может он А не может Да я не про него говорю Ну хоть кто-то что-то Ну а кто? Никто Игана Лена больше нет Ну это плохо Ну они просят отпустить их Потому что ничего не понимают Ну отпустите Пускай выйдут Я учился Я могу передавать Я отпустил Вижу что люди есть Мне замечание сделала Ты все захватил Ко мне приходила Света Крыть Преподавала уроки У меня пластинка есть Я по нему учился Все время С Андреем разговаривали Уже свободно Довольно свободно Блаженные плащащие Попытайтесь войти в это русло Кто это не испытал Это сладость Растение питается Растение питается росою Мария Д'Артаньянка Называю Я ее фамилию Не могу выговорить Она сидела и плакала И пресвитер сказал Сестра Сегодня день Воскресения Христова Христос воскрес Еще же ты плащешь Все время И сегодняшний день Ты плащешь И она в первый раз Заговорила А мы сидели сзади Она говорит Я была В банде Хранителя сообщика Деньгами И когда между ними Началась бой Убивать друг друга За деньгами А деньги то у меня И я на кладбище Ночевала и была Среди могил Пока не была Одержана там Окончательная победа Одной из группировок И она с деньгами Там сидела и пряталась Она уже себя Обрекла на смерть И ее такую Вырвал Господь оттуда Ей открылся Она уверовала И она Я не могу Христос воскрес У нее все обращалось На одно На благодарность Вот такие уроки Когда перед тобой Живой человек Который рассказывает О радости спасения О первой любви Которая у нее уже Там я не знаю На месяц-два ходила Это очень трогает Душу Я имею против тебя Что ты оставил Первую любовь Господь Это в одном месте Библии только сказано Но нигде не сказано На то Что я имею против тебя Что ты не имел Первой любви А почему? А без первой любви Ничего нет Возвиви Господа Бога У тебя вообще ничего нету Ты привык ходить Рот разевать Причащаться Батюшке подскакивать Благослови Но ты найди тот момент Когда у тебя возникла Первая любовь У тебя пункта отправления Может быть не было Но это не поздно Ты живой Начни просить У меня вот такое желание Проникнуть снова в Латвию В Венсплос Зайти Там конечно другие люди Живут Все И снова уткнуться Под рукомойник И там снова помолиться Маленький вот такой вот Закуток И у них там стоял тазик Я между ним протискивался Все время там на колеях Ну какой запах Там мыло Ну что там еще Может быть Там больше ничего не было Помойное ведро Под низом стоит Для меня лучшего запаха Кажется в мире Никогда не было Я о нем так вспоминаю Удастся ли мне там побыть И снова вкусить эту радость Близость И мне кажется Само место Вот это паломничество На место обращения В моем понимании Паломничество вообще не нужно Кроме одного Обратиться к месту рождения Это твоя малая родина Как говорят Малая родина для души Это для тебя Не то что там День рождения Телесный А там тебя не зависело А здесь зависело Там родиться от тебя Ничего не зависело Вступило время Потуги Вышел мать и убил Благодарение Богу Третье Можно я по этому По слезам Вот что касается Братьев Среди христиан Существует такое Как бы вот Ложное Понятие О слезах Ну я же мужчина Ну как это Как я могу плакать И я знаю человека Не буду назвать имя Которого Теперь среди нас нет Брат Бывший Я когда его спросил А ты когда последний раз Плакал Он говорит А я всю жизнь Себя учил Не плакать Я теперь не могу Заставить себя Плакать Вот такая крайность Есть В отношении К слезам К тому Чтобы плакать А мы должны Оплакивать Свои грехи Оплакивать И пред Богом Принести покаяние Через это И другая Крайность Бывает По отношению К слезам То есть Вот если нет Слез То и покаяния Нет как будто бы Настоящего Тоже ложное Понятие Потому что Все должно быть В меру Что называется Сейчас выставили ролик Одни Что делают Монастыри Православные Ну и Документально Все идет Вот выступает Диктор говорит Сначала А потом От родителей Две девочки Сбежали Они их искали Искали Они где-то В Дагестане живут И нашли их В одном монастыре Они приехали Правда Одеты Они По платочке Обе в черном Решили принять Монашество Ну Как Говорить стали Они даже не говорят Прящутся От них Как от света Там адвокат Выступает И с той стороны Они уже Совершеннолетние А они Свободные Но все-таки Как-то сумели Их Домой Увезти Но они С дома Снова Сбежали И теперь Уже Нигде Не могут Найти Они по всей Стране Ездят Во все Монастыри И снова Нашли их И говорят И стоят Девчонки Они просто Молчат И ничего Не говорят А дальше Показывает родители Отец Отец Стоит И плачет Никогда Я не думал Что я Мужчина Ну может Лет 45 И мне Придется Плакать Они не хотят Нас видеть Не хотят Разговаривать Это Ну Понимаете Вот что Ну даже Обратилась К Богу Ну неплохо Дальше Самостоятельно Можешь Пойти Но родители Это главное Ты родителям Расскажи Помоги Есть особые Каноны Которые Запрещают Оставлять Родителей Ну имеется Ввиду Дети там Бегут Какого возраста Или родителям Оставлять Дети Стало разваливаться Монастыри Все подгребли По 50 тысяч В одном монастыре Было И в селении Больше было Людей В монастыре Живущих В самом селении То есть Они обрабатывают Землю Они работают Все И На одном У Пахомия Монастырь 11 тысяч Это 11 тысяч Мужи Другой монастырь Там сестра Организовала Там поменьше 1400 И вот К чему Все это пришло Значит Научиться Надо плакать Нужно заставить Говорит Алычу Горькую ягоду Так и плакать Будешь плакать Если родитель Который о вере Ни одного слова Не говорит И о родных Дочерях Потерянных Так плачет Почему ты О падших Духовных Не плачешь Ну Духовные Павел говорит Я снова в муках Рождения Доколь отобразится Вас Христос Образ Христа По мерке Человек Сделался чужой Я не знаю Как это дано было Яну Богослову Он одного юношу доверил Одному епископу Уезжая с одного места А потом вернулся И говорит Ты как тот Он говорит Да нету Он говорит Ушел Отступил Как ушел У него такая крепкая вера была Ушел Он говорит Не просто ушел Он уступил в банду Сейчас атаманом в банде Грабят людей в пустыне И он дальше не пошел По своим маршрутам А пошел в пустыню И наконец его вывели На его след Это житья И он его увидел И он его узнал Узнал И дрогнул И испугался Никого уже не боялся Он убил ни одного человека И он за ним бежит Старец А он от него убегает Он говорит Остановись Твой грех на моей шее Остановись И он его обратил Это житья святых Это не священное писание Поэтому Твоя воля Верить или не верить Но любовь Превозмогает многое Дальше Блаженны кротки Ибо они Наследуют землю Понимаете Не те Которые землю завоевывают Пушки имеют ракеты Спецназ учат И землю завоевывают Отвоюем землю Распространим Пространство Раум Слебом Там этот Где жить Не хватает Жизненного пространства Но однако Блаженны кротки Никто в это не верит Сегодня Чтобы кротким человеком Да у него последние отнимут Несправедливые суды На даче тебя потеснят Квартиру отнимут Не кто-то А родные Просто показывают А вот отец Он там что-то не так сделал Там продал Дочь его выгнала Он Я говорю Живу в сарае Ну хорошо Хоть еще старая Она не выгоняет А когда начинаешь Дальше копаться Он пьет Наркоманит И из дома Все выносит И ее тоже Можно понять Не сходу Берись осуждать Блаженны кротки Кротка сносит обиду Поношение Пострамление На твоей стороне Бог Ты не добивайся Результатов В ту же минуту Бывают Проходят годы Бывает Что человек молился Ни один не обратился Я слышал этот рассказ Про одну бабушку Она молилась И молилась До смертного часа В селении была И ни одна душа Не обратилась Ее спрашивали Кто пришел Да никого нет А что ж ты зря Молотишь язык свой Ну Бог сказал Молитесь Мне так хочется Чтобы люди верили в Бога Умерла Никого нет Вскоре после нее Приезжает уверовавший Один из деревни И начинается свидетельство Еще приезжает И деревня Почти вся обратилась к Богу Все думают Ну проповедник Красноречивый обратил А это плод молитвы Человек Который кротко Соглашается Что вот так Богу угодно Он остается жив Наследует землю То есть Не участок земли А будет жить на земле Вот я сидел в камере Эти охранники Нашу камеру Называли камеры академиков Там если двое академиков То я-то вообще никто А один преподаватель Космонавтов был Космонавтом Надо понимать Какой уровень человек Алозин Анатолий Максимович Второй Первым секретарем Ходил Говорит Замминистром И к министрам Заходил Открывая ногой дверь Везде его принимали На высшем уровне Наконец получает Полную катушку Директор Директор Мамонтовского рыбокомбината От которого все Секретари Космонавты туда ездят Главный рыбак Алтая И он сидит И его нету И другого нету Один покончил жизнь С самоубийством Другой умер А старше меня Никого не было А я живу Остался У них все в руках было Лекарства Врачи Знакомства Связи Все было Но землю Наследовать уже Не дано было А ты что кроткий Кроткий Не кроткий Но я живу Я могу обратно Рассуждать Что все таки Если я живу Значит Что то маленько Отличается от того Каким я был раньше Если бы раньше Как я хотел кем быть Меня бы Не было уже Лет 50 назад Наверное Думаю так Ну вот Бог Позволяет Я не мщу Им Ни одного не ударил Ни на одного Не ходил в органы Не жаловался Не считая тех Которые были Просто необходимая защита была Давай-ка Блаженны Алчущие Жаждущие правды Ибо они насытятся Ничего больше Тебе не надо Как правду Сегодня не любят Когда обличают Очень не любят А вот этих Обличающих Нужно было Привещать Если можно Выкупать Покупать Чтобы они у тебя Остались здесь Мне одна бабушка Вдруг она переехала Из другого города В этот город И купила Квартиру А я на квартире Там жил Когда она купила Она мне сказала Я переехала И купила квартиру Из-за вас Что вы здесь живете Настолько Настолько Она была Ко мне Привязана Полюбила Ну мне было Уже 25 А ей 76 Примерно Чтобы каждый день Слушать и наслаждать Она переехала В другой город И купила квартиру Даже Я понял Этот человек Жаждет Правды Я должен Каждый день Уделять ей Внимание Она так многое Потерпела В жизни Своей Она теперь Ничего не хочет Слышать и видеть Как божественная Ты старайся узнать Правду Не то что Когда вот у меня С ГТРК С местным Алтай Конфликт возник Они поставили Там одну Программу На лестничной площадке Прокофья там выступила Митя Дружинин помогал Там всяко Нас поносили Ну и я подал На них суд Ну все уже Дошло до суда Все уже И суд Выносит решение Я прав А они должны Дать опровержение И вот тогда От них приехал Заместитель Фамилия кажется Масалов его была Ко мне приехал Сюда в доме Был и говорит Мы там решили И Вот Наши представители Поэты потеряют Мы хорошие роли Поставим у вас Только Отзовите свой иск Я говорю Вы еще у меня Не были дня Уже хороший Соберете ставить Вам разницы нет Хороший Мне не надо Хороший Мне нужна правда Я алкаю Правды Желаю Желаю Правду Вы расскажите Если нужно Людям Может кому-то Будет полезно Вот такое дело Там у них Генеральный директор Герасченко Он мне домой звонил Я говорю Ну можете Сместить Им сказали В 5.30 Чтобы стояло В программе Про меня Я говорю Так вы тогда Уберите Нас никто не спрашивает Мы обязаны сделать Мы всю программу Сейчас ломаем Чтобы вас туда вставить А уже исполнитель Принял к исполнению Это очень строго Оказывается Когда судебный Приступ Начинает Все это решение Вынесено Искать правды Нужно Правду Не свою Вот где беда Когда человек Говорит Я всю жизнь Борюсь за правду У нас потерявки Такой был Но слово нельзя Было сказать Как говорит Узна попала Под хвост Он сразу В разнос идет Ну он выехал Правду Божию Всегда думаю А что об этом Говорит Свистая Библия А так А так А так ли Это А можно Вчера Мне вот Какие-то Вдруг люди Стали появляться То ли Искушающие Меня А вот Вы так Говорите А то Другое А вот Где вот Так есть Чтобы каноны Не нарушали Я говорю Ну у нас Вот есть А вот Вы патриарха Поминаете Или нет Ну я молюсь Скажи Нет А в храме В храме Нет Вот это Хорошо Я вот Терпеть не могу А вот С этим Я не согласен Я каждый день Молюсь за патриарха Он нуждается в помощь Он уехал Сейчас в Израиле И я каждый день Молился усиленно Что Бог его сохранил Не было покушения Он вернулся Он многое может еще сделать Даже Ну в его возрасте Он очень умный И многое понимает Даже ролик сейчас вышел Один За что ненавидит Что ненавидят его Кто в основном Это Те которые не согласны С ним Как он С государственными деятелями С президентом рядом Но он выступает Есть очень хорошие Его проковеди Просто хорошие Закон принимается В других странах Уже снимается Разрешение Педофилии Официально И не ограничен возраст Запустим Ну официально Мусульман Это 9-летие Уже можно замуж выдавать 9-летие А раньше нельзя А здесь сейчас в любом И у нас говорит Он говорит Будьте уверены Патриарх говорит Это у нас будет проведено Законом Как садомиты Сейчас везде на первом месте Везде все Всех с меньшинства Будет большинство Почему Нужно развратить народ Это говорит патриарх Будущий митрополитом Я к себе ролик Перенес его Поэтому Все неоднозначно Тебе нужно Правду И ничего кроме Правды Единственное Правду Только ищи Даже во время Процесса Вдруг появляются Новые детали Я сразу снимаю Свои исковые требования От меня это было сокрыто У меня вчера два раза Такое было В разговорах И вдруг выявляются Новые данные Я сразу же попросил Прощения Я говорю Выставлял материалы Оказывается Не мой Другой там перешел Материал Но через меня прошли На меня какие-то Как бы напасти От моего имени Начинаются рассылки Как вот мусульманин Один экстремист Экстремистскую литературу Начал рассылать Призывая к свержению власти А я никакого отношения не имею И вчера точно так же На Дмитрия Смирнова Он выступает Говорит А там комментарии Дают неправославные И от моего имени Этот ролик пошел Одни другие Так мы думали Вы православные А вы его называете Шовинистом Ничего я не называл Откуда вы взяли это Поэтому я ухожу По благословению Из ваших друзей Я ему объяснил Никогда этого не было Вот опримите меня Обратно в друзья Это в один день Кто чего сделал Ну вот такое произошло Ну не мог же я Нечаянно сделать это Нажать где-то не то И улетело бы на всех Искание правды И когда бы кто не говорил Вы знаете как мудрец И не какой-то мудрец А такой как Сократ Пришел один человек И говорит Знаешь У меня новость такая Интересная есть Очень интересная Про вашего недруга Который с вами враждует Хочешь я тебе расскажу Он говорит Подожди Сначала я тебе вопрос Одам Скажи Ты уверен Что то что ты будешь Говорить Это полная правда Нет я не уверен Так ты мне хочешь Говорить то в чем Ты не уверен Ладно Дальше скажи Хорошее это нехорошее Ну в общем то нехорошее А тебе ты хотел Чтоб так говорили Нет Значит Ты пришел ко мне Сказать в чем ты не уверен И сказать нехорошее Дальше что Я тебе еще Говорю дальше спрашиваю Теперь тот человек Узнает он будет страдать Дружба моя будет Семь Ну в общем то да Так ты пришел Рассказать мне В чем ты не уверен Сказать нехорошее И будет разрушена дружба Так я не хочу слушать Иди домой То есть вы поставьте Некоторые вопросы Людям Которые звонят Что-то говорят Цель Мне нужна правда Для того чтобы я правильно Мог направить молитву Мне только для одного нужно И могу ли я этому человеку Помочь Все Все вопросы Запредельно далеки для меня Два вопроса Как я могу в молитве Я в молитве Прямо называю Господь Этот человек Нуждается в этом В прошлый раз мы поговорили Я все время молюсь за Горбачева Что Бог обратил его А не Зорова и Александра Все В моей молитве Он не пристанно каждый день Он умница Изумниц Но с ним что-то случилось Такое Даже сказать нельзя Кажется где-то Или на грани Или перешел грань Хулы на Духа Святого И мне его очень жаль Вот как За Людмилу Плет Говорили тогда Она в каждый день Моей молитвей Я произношу ее Она хорошая женщина Чтобы Бог ее открыл Больше еще Она замечательная Ее материалы Я даже себе поставила Целомудрие Алщущая правда И такие люди что Утешатся? Ибо они насытятся Насытятся Чем они насытятся? Вопрос Насытятся этой правдой Я другого не хотел Это как раз я и хотел И В свой адрес Направляйте Вот этот человек Говорит В моей жизни было Что говорили О моем недруге И конечно Первое Ну вот наконец-то И ему попало Второй вопрос А правда ли это было? Нет А зачем же ты говоришь? Неправда Пересилить надо себя Переломить Ну это своего рода Тоже труд Труд над самим собою Никогда не поддерживайте В разговоре То что Не соответствует Действительности Нет Я не участвую в этих Ну просто я не участвую И все Блаженные милостивые Ибо они помилованы будут Даже правда Когда будет Милость выше правды Но по правде Он должен умереть Да так И что? Ничего Я прощаю ради Христа Ибо ты тоже будешь помилован Как просишь прощения у Бога Ну там Сколько динария А ты у тебя сколько он просил Спотел его Душил И он не будет помилов Надо от обратного А если я не буду Нищий духом Не войду в старство небесное Ну как? Буду гордиться все время Не буду плакать никогда Да что мне плакать-то? У меня все хорошо идет Тоже Теряешь Ничего не будет С нарушением этой заповеди Человек теряет Главные качества Необходимые для преобразования В образ Христов В возрастании во Христе Еще Надо миловать Блаженные чистые сердцем Ибо они Бога узрят Знаете, говорили, что Гагарин летал в космос Не видел Бога Тогда всегда стало появляться А в Библии написано Увидит Бога чистым сердцем Вы сами решите У него чистое сердце было или нет Вопрос очень просто стоит Бога узрит чистым сердцем Как он узрит? А я уверовал Да уверовал он бандит Висит на кресте Что у разбойника чистое сердце Он увидел во Христе Праведника Еще не Бога В данный момент Когда он говорил Да У него была нищета Доха У него все качества были В это время он и плакал И теперь он принимает Христа Вот и все Ты научись Из каждого события Выжить полезное для себя И как это передать другим Получил? Уразумел? Это уже талант Скорее давай ему перерощение Ты не просто считай У тебя талант Ты вот это понял? Это уже талант Талант разумения истины Блаженны миротворцы Ибо они будут наречены Сынами Божиими На это Иоанн Затауз говорит Только одно блаженство Которое уподобляет Сыну Божию Миротворца Я получил СМС Мне сбросил один священник И он на днях хотел быть Почему он не приехал Не знаю Он бывший сектант И оттуда пришел Пришел Стал православным священником Он в Тобольске Сергей Отец Сергей Пестов Он близко знаком С нашим епископом Максимом И Максиму Видимо не раз Про меня рассказывал И когда первая встреча С местным епископом была Он встал из-за стола Подошел Меня обнял Кажется и поцеловал Максим Это первая была встреча с ним такая Это я столько о вас слышал Это вы и есть От кого? От него слышал И вот этот Сергей Пестов Сергей Пестов Он был Среди каких-то там Баптисты вроде бы И там разделенные Были отделенные Которые сейчас отдельно Собираются На энтузиастов И которые воздействуют на коммунаров А я приехал туда Это две общины А тогда Когда разделение было Один на других Сообщали власти Ну это зарегистрировано Они кажется Клепали Выдавали Но они меня пригласили Но никто не знал Кто я К той стороне принадлежу А уж что православные У них ни одна порошинка На это не работала Ну я у них Сказал большую проповедь И пригласил всех на молитву Вместе с ними Встал на молитву Я больше Кажется Такого не видел Вся Две общины Сошлись вместе И все плакали Как они встали Обнимались Что Бог нас примирил Но они никак не могли понять Кому я из них принадлежу Он видимо один из них был И пришел Он имел толкование Кажется на ветке Завет Епископа Виссариона И многое стал употреблять В проповеди А его сразу Братья почувствовали Это не его уровень Ты где-то все берешь Старец один там у них был А тот оказывается От Виссариона брал От православного Ну и выдавал своим А у них сердце приготовлено Они все это принимали А он баптист И даже не думал Православию переходить Это он рассказывал про кого-то Тут я маленько Не так рассказал Вот как И он мог приехать И мог выступить здесь У него дети все выросли Там дочери вышли замуж Они православные Матушками стали Но одна из них вроде бы Так сказала Папа Какой радости ты нас лишил В жизни В зрелом возрасте Принять крещение Дать Богу обещание Доброй совести Ну он как православный Тем более священник Конечно детей крестил Маленьких Ну там восьмидневных Но они потом Когда увидели Как в православии уже Где-то приходят люди Как они по-настоящему Крестятся Им тоже захотелось Вот так принять И они говорят Он у меня был здесь Жил И говорит Они мне сказали Вот так Ну я еще могу сказать Об этом Он мог бы рассказать Но вот его нету Если он будет Я могу сообщить вам Кто желает Тогда поменяетесь Телефонами Чтобы позвать Помню С отцом Василием Толстенко У нас была здесь встреча Такая могла бы и с ним быть Так еще Миротворцы Вот я сказал Миротворцы Вот две общины Я когда говорил о примирении Расторить людей Ничего не стоит Примирение Как правило Говорит А давайте уступим Вы нам А вы нам Ну давайте так вот Она не идет В церковь Она щитает Она называется В семье вражда Она в театре Он в церковь А он батюшка И он говорит Она мне предлагает Говорит Я давно Говорит Она большую люстру Просит Она говорит Купи мне люстру И сходи со мной в театр Я в церковь буду ходить Видите Она ставит ему уже условия В семье нет мира А как? Мир надо сохранить Но сам уже Надо конкретную обстановку смотреть Нужна она люстра или нет Ты объясни Что такое театр Ну это Это время требуется А они враждуют С детства Ничего Бог наш сильный Примирить А в примирении Что он уже говорит На суд Божий На страх Божий Что ты можешь умереть И злопамятный Подобен сатане Златоуст прямо говорит Подобен сатане Ты должен немедленно Ты должен немедленно это отрезать Я прощаю Прощаю Обнялись Поцеловались И старого не вспоминай Если то не повторяется Дальше Блаженные изгнанные за правду Ибо их есть Царство Небесное Откуда изгнанные? Из своей страны Из своей семьи У меня самый близкий друг был Когда меня посадили Это Бакланова Антонина Георгиевна Ей было кажется 75 лет что ли Вот у ней было Она из подпольных ИПХ Из на православных христиан Она монашка была Послушание до совершенства доведенное Она к нам привязалась Исключительно На работу пришла Она наставник Я хотела съездить в Тальменку Я говорю Ты что-то недавно вроде был Нет я не поехать Я только хотела узнать Все И ту же минуту развернулась И она поехала домой Вот мы приехали В Караганде Узнав она Что у нее никого родных нету Она ради правды пошла за Господом Все претерпела И ее отдельно отвели Там Баптисты или кто-то И ей деньги суют Она говорит Ну я деньги возьму А куда я потом поеду? Как куда? Ну ты же в этой группе едешь Наш сэщелык А мне он сказал на меня Что если я у кого-то что-то возьму То сразу от меня отстаешь Такие со мной не ездят Мы нигде не берем ни рубля Мы только даем и даем Мы не берем Да вы что? Они сразу от нее отступили Я могу взять Он мне не запретил брать Но условия поставили Как взяла Сразу от нас отстаешь А куда же я поеду тут? Вот и все Вот мы говорим сейчас О том что человек Жаждет правды Какой правды? Сразу ставь вопрос Миротворец Миротворец везде Прочти еще раз Давайте в них Последнее Блаженны изгнанные за правду Ибо их есть царство небесное Такая правда Она уверовала У нее кажется Трое ребятишек Муж привел молодой Прямо в дом При ней А я взял топор Вы говорите Или выходишь Или башку отрублю Я говорю Через топор Перепрыгнула И ушла И больше никак И пытались ей помочь Советское время Все Она лишилась всего Она у нас жила На Никитинской Кто наш это знает Алектина знает Вот когда она там И жила с бабушками Вот она Ради Христа Все это делала Изгнанные правды ради Изгнанные бывают Человек из семьи Кто любит отца и мать Больше меня не достоин Вопрос стоит так Или остаешься Или уходи из дома Других детей не заражает Ты должна понимать это Тут компромиссов Не может быть Я избрал Христа И ты получаешь блаженство Изгнанные со свободы Получившие тюрьму Срок Лагерь Это все то же самое Блаженно И за Бога Не за наши преступления Только бы не пострадал Кто как вор Или злодей Или посягающий на чужое А если как христианин Прославляй Бога За такую участь Так Блаженные вы Когда будут поносить вас И гнать И всячески неправильно Злословить за меня Радуйтесь и веселитесь Ибо велика Ваша награда На небесах Так гнали пророков Бывших Прежде вас Знаете Вот это впереди блаженство Ты можешь еще как-то Ну сам Увидишь Меня арестовывали Везли Показывали по телевидению Снимали Позорные статьи Они все для Слова Божия нету С книги Титов тогда писал на меня То есть Было время Было гонение Меня гнали Они там Ну а сейчас в интернет зайдешь Трудно найти На кого бы столько поношения Было как вот Ну то что Православное Православное только Меня гонят только Православные священники Ну и архиереи там где Притом ни одного слова Истинного не говорят Сплошная выдумка И ложь Я думаю Ну зачем это Когда говорят ложь Я прихожу к выводу Что по правде говорить Ничего нету Они начинают придумывать Я Бога благодарю Господи Как ты сокрыл меня Что они правду Оо мне не знают За мной столько Там числится В тюрьму не примут даже А Господь сделал так Что я в их глазах Ничего не имею Потому что все прошлое Они ковыряли бы Находили связи Когда я у Гитлера служил Когда ординарством был У Наполеона Они бы нашли все Но ничего этого нету И они поэтому придумывают А придумывают Это явное доказательство Что мой лист чистый Перед ними лежит Бог сделал так Кровь его смыла Моя прошлая жизнь Они ничего там не находят Блажен За правду ради Не бойтесь гонения Что сменится власть Что 5 миллиардов населения Сгонят с земли В том числе и мы Мы не попадаем В золотой миллиард Мы ничего не можем сделать Ты будь радостным В эту жизнь Которую Бог дал Проживи в радости Постарайся всем быть полезным Кто бы с тобой не встретился У меня здесь одна Ну много друзей У меня 3400 Назовятся друзья Я в течении одной минуты Могу всем послать послание И вот гляжу Одна неправославная Очень-очень расположена И другим О нас рассказывает хорошо Ну вот Она в ролик посмотрела И там у отца Геннадия Фаста На втором этаже Уже прощаемся Он нас благословил А о нас помолился Я ему говорю У меня потерялись щетки Тетя Тоня их вязала Ее рукой Ну зад вперед там сновали В машине где-то засыпили Собаку ногой И нигде не мог найти И она потерялась У тебя нет ли? И он мне дает Щетки нашел И сам стоит и считает Там я говорю Мне сотни нужно Он только показал Я говорю Тут нет сотни Ну у меня навык уже на них И она когда увидела Что там я с щетками Эх Другим говорит Как жаль Я этого человека считала таким Вот эта ложка дегтя Всю бочку меда испортила То есть все остальное У нас сошлось По Евангелию А про щетки Нигде нет Евангелия Ну я теперь еще Подделаться под нее буду Она хороший человек Я вижу Ну пройдет время Ну пройди мимо этого дегтя Ну я дегтевый такой Ну этим дегтем Я пользуюсь каждый день Ну минимум 10 раз Это по 100 поклонов Я на это призван Это моя Я тебе я теперь молюсь Как раз по этому дегтю Это видите как Один мне понизил там Репутацию Зашел Она на причину показать За то что верите в троицу Да это мне плюс надо ставить А не минус Он минус мне поставил Ну Свети Ливго Поэтому не на всякий минус Надо смотреть Иногда Если хвалит тебя враг То ты подумай Какую ты сделал Оплошность Что враг тебя хвалит Когда враги тебя хвалят Это не всегда хорошо Ты должен это понимать И еще что Наверное еще что то есть Ну ка Глава большая Ну еще чуть чуть Вы соль земли Если же соль потеряет силу То чем сделаешь ее соленую Она уже ни к чему не годна Разве выбросить ее вон На попрание людям Вот давайте на этом остановимся Соль После всех этих блаженств Она не случайно поставлена Это могут выполнить Вот эти 9 блаженств Люди Которые стали солью Где соль там Гниение прекращается Тебе небезразлично будет Все что совершается в мире Ты найдешь возможность Сказать или не сказать А почему вы никогда не высказались Вот мне там говорят Вот по такому вопросу Его везде обсуждают Я высказался Я сказал Вы просто не заметили Вот этих девчонок Которые танцевали Плясали там Пресвятая Богородица Про Гони Путина Пели они там Акафис свой Я высказался Что все По отношению их не проли Их трогать нельзя было Вот это я высказался А что делать Закрыть храм И молиться Минимум 3 месяца Оскверненный храм А потом осветить И вы увидели бы Какой был результат Все хулители И не взороб Они бы ничего не сказать не могли Ничего Там бы другие разбирались Властям надо подавать Пусть подают А теперь вначале подали На них их посадили А теперь я за них Ходотайствую Уже никто в это не верит У меня есть очень много То с чем я не согласен С официальным курсом церкви Я нахожусь в этой церкви Потому что она мне не безразлична Церковь православная Да как вы же не в патриархии Не в патриархии официально Но практически там мы стоим рядом И в догматике мы ничем не разнимся Благодатность мы признаем Ну и на этом все Вот что я вам хотел сказать сегодня В рассуждениях идите от обратного А если я не плачу А дальше смотри что такое Сухое дерево Оно не растет И дальше А если я не ездил за правду ради То все возьми Там говорится блаженны А то что гонят А меня не гонят Сами подумайте Блаженство то теряется А без этого блаженства в рай не попадешь Да что искусственное гонение Не искусственно Но я об этом высказался Нужна кровь Кровь всегда была Семенем христианства А как? Бог знает когда И поэтому приближается Пролитие крови христианской И будет обращение Это всегда было так Просить этого нельзя Надо просить чтобы продлилось мирное время Чтобы не пролилась кровь Но она будет И внутри я уже молюсь о том Как вытерпеть Такой великий народ Как его называют русский Исчезает Исчезает почти почти полностью Это уже вопрос Не подлежит обсуждению даже А вы где будете Бог знает где мы будем Но на поводу У безбожников У масонов Мы не пойдем Мы будем молиться И славить Бога Вот сегодня что Хотел вам сказать Если ничего больше нет Натиха Можно я попрошу помолиться Давай Андрей ушел Я при нем не хотела Говорит Он воду Все лето откладывал делать Они там помните Там что-то копал Тогда обсуждали Как он копает Что-то И вот в итоге Он так и не сделал Он все говорил Я успею Я успею Я успею И вчера я Насте позвонила Говорю Настя Ну есть вода-то или нет Потому что вода у них Очень далеко А скотина И сами И дома И кирка И все И машинку подключить Надо к чему-то У них летняя-то была Летняя сейчас уже все Морозы Это сборники духовных песен Бактические Возьмите Сейчас петь будете А одну песноперку Спойте Помолитесь Пожалуйста Чтобы он доделал Он делает Он говорит Еще делать Но я не знаю Как сейчас морозы Можно делать Но чтобы он доделал Потому что иначе зима Это будут лишние ведра Таскать спины Так, Аликтина Быстренько ищите что-то Вместе пока не Облашите Повалите Пожалуйста Я хотела передать всем Просто поклон Хотела поклон Передать от Вали Из Казахстана Вот в этом году Она приезжала Со своим внуком К нам в лагерь Она позвонила И говорит Она брала Здесь К истинному православию Там она передала Священнику Она давно уже В храм ходит Отдала священнику И Он такую хорошую Потом проповедь Сказал о крещении Ну все как правильно Люди даже все заговорили А как А мы не крещеные Тогда Или как мы Что без погружения Она говорит Я такая радостная Что он это Ну прочитал И все это До конца Прочитал еще Дело в том Что ему видимо Или попало Или что Но Книгу он не возвращает Но Уже все Проповеди нет Зажали его Его просто Заглушили Заглушили Сокольский Валера Всем поклон передает Его срочно вызвали На работу А Лена пошла В Никольске Потому что Темное Одна Не пошла Так Относительно Лены Относительно Марии Я уже много раз говорил Чтобы никогда Дни не уходили Не приходили Лучше пусть не приходят Темнота Опасно в городе быть Или за ними Чтобы кто-то заходил На машине заезжали Это можно Наши братья договориться Я прошу и умоляю Я не могу Каждый день вас помнить Это дело Чтобы Даже не появлялись Во дворе Нигде у себя Сообщите Как-то У нас столько братьев Которые Ну и сестры Радом живут Могут взять И прикинь Одни чтобы Нигде не ходили Люди теряются И очень много В прошлый раз Ничего не положили В коробочку Для детей Мы собираем Деньги На питание В школу Вот Вы знаете Это Дроботом Дроботом Вот Пожалуйста Не забывайте Потому что Ну ничего не дали В тот раз В этот раз Опять нечего дать То есть Это только В школу питания Больше там Ничего Никуда не идут Деньги И второе Кому книжки нужны Как вот Подходите Ну все А и еще Тыква там В холодной Кому нужно Возьмете Так Тут такое дело Я вчера звонил Витя Зайди сюда Ты на меня Обратно бряхнул В Польше Встреча не вышел У него вчера День рождения был Мне кажется У Вадима Вадим Правильно? Нет? Так Мы пропоем Многое дитам Ты молитвенно Ты еще на меня прячешь А? Подавчера У меня еще Интернет Да Подавчера Ну видите Я знаю День рождения Он у меня В лагере был Очень активный Ну просто активный Там Сфотографировали На лошади Значит он везет Ребятишек С вожжами Он везде был Если петушок Это он за петушком Там ухаживает Ну вот в этих вопросах У него Как-то Любовь к природе Все это Видимо Сохранилось Оттуда Вот это Ежеск Собачки Ну Все таки Сердец это закладывается Он для меня Просто незаменимый Во многих вопросах То что у меня есть А я по компьютерной части Он работает программистом У нас программисты все И хорошие Известные программисты Помолимся Чтобы Господь их сохранил дальше Что тебе год исполнилось Сколько тебе сейчас? 33 Сколько? 33 33 37 Возраст Христа 3 Возраст Христов Возраст Христов Да Чтобы Господь дал тебе Духовной ревности Тебе не хватает Чтобы Ну Распорядок дня Как-то так сделать Чтобы раньше вставать Молиться Вот я просто всех это прошу Учесть за себя Вы сами там это порешайте Ну Второе Из собрания не уходить Когда собрание проходит Там не сидеть А заходить здесь На следующие годы Которые придут Чтобы Бог благословил И О чем мы сейчас говорим В этом вопросе К тебе претензий никаких нет Ты меня снабдил Всем И компьютером И постоянно тянешь за собой Я тебе очень-очень благодарен Вот Вадим Вадим Он не член нашей общины У него есть Люди Которые к нему Нерасположенные И даже мне Выдавали такое А зачем Ему разрешаете К вам ходить Ну да Ну да Но у него свои вопросы Там Это его жизнь Там Дети Там судятся Жена Там проще ушла Это секрета Никакого нет Я говорю Он ничего не нарушает Да Нигде он Ничего ни разу не нарушил Его пьяным Ни разу не видели Нигде Ни он жену оставил Хотя в этом плане Ну там где-то уехал Там то другое Но это не означает Что он женился Обвинять то можно То официально Он нигде не женился И ничего Говорит У меня нигде не было Так что Смертных грехов Навешивать на него Не надо Если их нет А если есть Нужно обосновать Доказать Я в отношении себя Хочу сказать Что у нас нет основания Отказывать ему Сюда приходить И вдруг Совершенно неожиданно Он согласился Быть вторым шофером И поехать В самую дальнюю поездку Владивосток и находка Я в прошлый раз На обсуждение Это выносил Показали какие разногласия Все это позади Самое главное Что он хорошо водит машину И он Аварии не допустил И он вернулся назад И поэтому Это у него будет Как факел гореть Все время в его жизни Где он был Что он видел Он ночевал вместе с нами Все тяготы Этой дальней дороги Он перенес вместе с нами Ему никакой льготы не было Вот Ничего такого не было У нас Чтобы мы стали врагами После этого Мы вообще с ним врагами не были Поэтому я ему благодарен И желание тебе Вадим Такое Что Бог Услышал твои молитвы А тебе я каждый день Особенно молюсь Что ты там в семейной жизни Если возможно выправил Чтобы у тебя была ревность О Боге спасением Чтобы ты Начинал Урано вставал Считал Слово Божие Молился Ну и желал спасения Своей души Не явился перед Богом Как обмолоченный Пустой с ног Потому что Все таки Хотя мы день Рождения не отмечаем Но все таки Это какая то дата Нас тряхнуло Маленько Мы вспомнили Сколько лет Сколько тебе лет? 40 Сколько? 40 40 Вот видишь как Много лета Когда поют Это конечно не означает Что мы пропели И ты обязательно Будешь жить 100 лет Но это наше пожелание В этом выражается Благодарность Богу Вот у нас мама так приучила Только когда у меня День рождения То я первым делом Стою помолился И прочитать Канон ангелых родителей Это в детстве заложено Каждый год Где бы я ни был Я обязательно достаю Молитвослоп И я его прочитаю Для неправославных Это не постального обязанного Я православный Ангел мой хранитель Я ему каждый день Говорю ангел Сколько лет ты хранил меня От видимых и невидимых опасностей Не покинь меня В смертный час Когда душа будет Разлучаться от тела И проведи душу мою Помытарством страшным Непонятным И введи Навеки В вечное царство Христа и Бога моего Я повторяю Для неправославных Нет этих правил Молитву Он верит во Христа Молится ему Ну и Слава Богу Но мы православные У нас вот это есть И я так приучен И не нахожу в этом Противоречие Священного Писания Так что Пропоем А после этого Никуда Одно-два Писнопьяни Еще сегодня споем Пусть они послушают Многое лето Многое лето Многое лето Многое лето Многое лето Многое лето, многое лето, многое лето, многое лето. Садитесь. Дети, а что там хочешь сказать? Так. Вадим, что-нибудь хочешь сказать? Ну что? Дай Бог, чтобы годы ваши были насыщены присутствием Христа, жить во Христе, чтобы каждый имел рождение свыше и был Вадим Духом Святым. Большего желания не может быть. Имеющий Духа Святого всегда будет разуметь от Бога, что делать, а чего не делать. Куда ехать, куда не ехать. И чего надо просить? Вот просить еще надо чего? Я вот ездил в некоторых местах, ко мне подходили люди, молодые живут и нет детей. Я говорю, а ты уверен, что дети нужны? Ну как же, это у всех. Нет, ты подожди сначала. Я тебе покажу житие Святого Фомы 5 октября. Он зашел, его пригласили в Индию на свадьбу. И он говорит, только женились, он сразу развел их по разным углам. Мне открыто Богом, что у вас дети будут больные и страшно злые. Есть такое предсказание, что вы погибнете от рук своих детей. Они вас просто убьют. Ты хотел бы иметь? Нет, да как? Ну вот и все. Теперь сами подумайте. От Бога это зависит. Я рассказывал случай, как у нас игралась свадьба. Ну обычно-то от мирских набирается. У одного играется свадьба, а его родной брат встает, берет два щелка и говорит, вот красный щелок, синий. Кто за то, чтобы родился первый мальчик, красный кладите деньги, а это в синий. И пошел по кругу, я так ахну. Это что, от щелков зависит. Идет жизнь дальше. Оба женатые, а убоих детей нет. Понятно? С этим играть нельзя. Ради какой-то копейки потеряли наследника. А он нужен ли, ты тоже не знаешь. У Авраама не было, всю жизнь прожил. Исаак 20 лет молился, и не было детей. Будут дети, да благословит Бог. Не будет, равно благословляй Бога. Равно, славь Бога. У апостола Павла сколько детей было? По плоти не одного, у Иоанна тоже. Ну а был Петр, жена, там мы не знаем, были ли дети. И другие апостолы. А что они сделали? Теперь говорят Христос, там Магдалина, искушение Христа, Скорезе, там всякую мерзость говорят. Что вы Христа были женщины. То есть, они люди помешались на блудных мыслях. Ничего этого не было. Поэтому, молиться мне передали, они их нужду, чтобы дети были. И я молюсь, и молюсь все время. Но добавляю, да будет воля твоя святая. Не вздумайте когда-либо настаивать на своем. Вы вспомните письмо матери Рылеевой. Как она молила, молила сына, вымолила его. И потом пошла по комнатам, ангел показал их в последней, висит в петле. Она молилась, да будет воля моя. А дети все умирали, умирали. А одного она вымолила, стал декабристом и был. Но умер как верующий, повесили его. Вот какая штука-то. А чего ты просишь? Если так разобраться, я практически повторяю одно, да будет воля твоя. А мне хочется вот это. Я сейчас молюсь, чтобы книги издать. И приготовить все для нашей миссионерской поездки уже намного-намного дальше. И помаленьку начинаю прорабатывать уже на 14-й год на зарубежье. То есть у Бога все может быть. Но надо или не надо, я не знаю. Я не знаю, нужен ли я вообще на земле. Я знаю только одно, что я христианин, и мне нужно все время ратовать, заботиться о том, чтобы меня не покинул Дух Святой. Чтобы я все время преизобильно имел благодать Духа Святого. А в нем Бог Дух Святой будет наставлять и восполнять все недостатки, как ему угодно. Вот что. Я попросил бы, пропойте здесь еще несколько. Мы поем тут из баптистских песно-сборников. У нас это в вину не ставится. Там нет ничего против нашей догматики. Хорошие слова. Семь-восемь-пять. Павел веры угасает. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Друг мой бедный, где блуждаешь, где напрасно ты страдаешь, Мрак в душе твоей сильней, о мой друг, о мой брат, вернись скорей. Мрак в душе твоей сильней, о мой друг, о мой брат, вернись скорей. Тихо в небе песни рьются, то рыданья вдруг прольутся. Это слезы, друг Творца, за тебя, за тебя и за меня. Это слезы, друг Творца, за тебя, за тебя и за меня. Субтитры создавал DimaTorzok 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 908 908 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дмитрий Субтитры создавал DimaTorzok Дмитрий Субтитры создавал DimaTorzok Дмитрий 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 Дмитрий